Здравствуйте, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о такой проблеме, довольно распространенной, как опрелось паху у мужчин. Практически каждый мужчина сталкивался с подобным явлением, но чаще всего это связано как раз с нарушением гигиены, но не только. Что представляет из себя вообще паховая область в мужчинах и от чего происходит опрелость? Ну прежде всего, что там особые соотношения потовых и сальных желез, причем эти потовые и сальные железы, они имеют отличное строение от других поверхностей, кожи. Эти железы имеют чувствительность к половым гормонам, прежде всего к тестостерону и к его производным, которые, соответственно, при увеличении гормонального фона, соответственно, выделяют больше кожного сала, больше пота. Это все перемешивается, так как в паховых складках еще тем более при избыточном весе происходит трение, то есть эта вся масса потовая втирается и происходит так называемая мацерация, то есть внедрение продуктов потовых и сальных желез обратно в кожу, ну и кроме того при еще нарушении каких-то гигиенических процедур. Более всего апрелостью подвержены полные люди, люди с обменными нарушениями, прежде всего с сахарный диабет и люди с иммунодефицитными состояниями, то есть это с проблемой иммунной системы. Таким образом, если какая-то не помогает непосредственно гигиенической процедурой, если апрелость часто рецидивирует, то нужно проводить обследование. Прежде всего, берется посев на микрофлору и анализ на грибковые инфекции, потому что это чаще всего провоцирует дальнейшее развитие рецидивирования апрелости. Ну, кроме того, нужно проверить гормональный фон, нужно проверить обмен веществ, прежде всего диагностика, исключение диабетических состояний. Нужно проверить иммунную систему и таким образом установить первичную причину появления апрелости, потому что, естественно, в нормальном состоянии, при нормальных гигиенических процедурах апрелости никаких быть не должно. Но это показатель, прежде всего, проблем с обменом веществ или с иммунной системой. Ну, в качестве местных процедур важно знать несколько правил. Прежде всего, если апрелость уже образовалась, не нужно ее сразу, и она мокнет, например, образуются такие участки покраснения, кожа, если приподнимается чуть, опухает над поверхностью, над нормальной поверхностью. Вот, если есть изъязвление, то никакие крема, мази использовать нельзя. Нужно использовать только холодные примочки. Обычно с растворами, дезинфицирующими растворами, но лучше всего для этой цели подходит в холодной примочке с хуруцелином. Два раза в день этого, в принципе, достаточно. Можно использовать также холодный отвар ромашки. Тоже очень хорошо снимает непосредственно воспалительное явление и дезинфицирует кожные покровы. Только тогда, когда уходят все симптомы мокнения, тогда только можно использовать различные кремы, различные мази. Ну, иногда даже рекомендуется присыпки. На открытые участки, на поврежденную кожу мази наносить нельзя. Также нужно иметь в виду, что гормональные мази, которые тоже часто сразу начинают использовать, можно применять при опрелости не более чем 7 дней. В противном случае воспаление, они содержат гормоны, снижают гормоны сами по себе, снижают иммунную систему, местную иммунную защиту. И если, например, к комбинированным препаратам, к антибиотикам, там с мазями, крема с антибиотиками, с противогребковыми средствами, это может возникнуть устойчивость микроорганизмов. Соответственно, проникновение инфекции в более глубокие слои и начаться может даже поражение лимфатической системы, паховый лимфоденит. Поэтому с мазями, особенно с антибиотиками, с противогребковыми средствами, с гормональными препаратами нужно обращаться очень и очень осторожно. Назначать непосредственно мази с лекарственными препаратами можно и нужно только после бак-пассива и определения микрофлоры. Спасибо за внимание. Продолжение следует...